Для вас Овны 23-й год несколько отличается от того, что вы проживали в 22-м году. Ведь, насколько вы помните, 22-й год это было время, когда Плутон путешествовал по знаку Козерога. Все еще, да, прям полноценно так. Самых поздних Овнов он очень сильно дестабилизировал. Но он, конечно, не выйдет из знака Козерога в 23-м году. Однако его переход в знак Водолея, а вы наверняка из общего прогноза и моего, и любых других астрологов на Ютубе, и где-то в других социальных сетях, уже знаете о том, что 23-й год это год важный. Это год, где может произойти какой-то узловой момент во многих судьбах. Ровно потому, что Плутон в этот год на 20 лет ближайшие, до 43-го года, по-моему, переходит в знак Водолея. Не окончательно. Окончательно он перейдет туда уже все-таки в 24-м году, но непременно туда попадет. Вот это непременное туда попадание Плутона в знак Водолея, который произойдет в конце марта, оно для вас очень-очень-очень важное и очень благоприятное событие. Потому что для, скажем так, поздних, самых поздних водолеев, то есть, извините, для поздних овнов, да, кто родился в самом-самом конце этого знака, а я напомню, что это те из вас, кто родился в период с 18 по 21 апреля. Ну, так как мы уже такие пограничные даты называем, то, конечно, как бы, если вы совсем там 20-го, 21-го, 22-го апреля родились, ну, посмотрите, где ваше солнце стоит. Может, оно уже стоит, например, в Тельце, да, или все еще находится в Овне. Потому что каждый год солнышко все-таки немножечко в другое время переходит в новый знак. Поэтому здесь нужно, конечно, на пограничных датах всегда проверять, вы один знак или все-таки уже следующий знак. Но что касается вот этих дат, то, скорее всего, Плутон еще пока с жесткой хваткой будет с вами. Он будет вас, ну, где-то даже, может быть, очень сильно и дестабилизировать. Потому что символизм Плутона – это трансформация. Символизм Плутона – это проживание какого-то сложного опыта. В первую очередь, так как действие разворачивается между Плутоном и Солнцем, а Солнце – это наше «я», это наша самость, это то, через что мы понимаем, что мы существуем. Так вот, это Солнце, оно под сильным влиянием Плутона, конечно, будет разваливаться на куски и собираться во что-то новое. Ну, комплектоваться иначе, можно так сказать. Поэтому вы и в 22-м году, возможно, поздние Овны себя чувствовали, ну, несколько так нестабильно. И 23-й год он тоже может это принести. Но это уже не будет столь сильное напряжение, потому что Плутон будет переходить как раз-таки на время в знак Водолея. И интересно, что ранним, совсем-совсем ранним Овном, ну, то есть буквально тем, кто родился в самом-самом начале Овны, я опять говорю о том, что я пограничные даты называю, поэтому прошу вас все-таки посмотреть свою карту рождения, где у вас на самом деле Солнце находится. Ну, 21-е, 22-е марта, это вот как раз когда Солнце переходит в первый градус Овна, это те даты, в которые рожденные в эти даты получают очень интересный аспект между своим Солнцем и планетой, которая отвечает за трансформации. И вот у них как раз-таки, вот обратите внимание, у самых поздних Овнов будут продолжаться какие-то прям судьбоносные перипетии, после которых вы их не узнаете или вы себя не узнаете, если вы поздний Овин, а самые ранние Овны получат такой подарок от небес. Такая у них будет возможность почувствовать себя магами и чародеями, ну, не в прямом смысле, но будут они обладать в период аспекта между их Солнцем и Плутоном таким замечательным свойством влиять на ситуацию, предсказывать, предвосхищать ситуацию, а главное просто, ну, можно сказать, силой мысли ее как-то изменять и контролировать, что мы все будем очень сильно завидовать. Ну, может быть, только не будут завидовать поздние Козероги. Например, я не буду завидовать, у меня Плутон будет стоять на Солнце, и я буду в воплощении магой и чародеем, если, конечно, не случится какой-то беды со мной в этот период. Но, тем не менее, я хочу сказать о том, что действительно для ранних Овнов наступает сказочное время. 23-й год, 24-й частично, но 23-й — это, безусловно, время, когда они обретают ту силу, на которую они не знали в себе, не открывали и не были способны до этого. Что касается других моментов, то для всех Овнов я хочу сказать, что первое полугодие, оно в целом очень стабильное. Несмотря даже на то, что может быть вот как раз у отдельно взятых, да, категории Овнов ранних или поздних, будут какие-то свои перипетии судьбоносные, Юпитер, проходя по вашему знаку в течение первого полугодия до середины мая, дает всем Овнам без исключения возможность реализовать свои задачи так, как они их видят, самым-самым наилучшим образом. Этим, конечно, нужно пользоваться, потому что Юпитер дает рост, развитие, продвижение. Он в конечном итоге дает новые перспективы. И особенно второе полугодие 22-го года для Овнов было сложным временем. Это было время, когда пришлось сворачивать проекты, когда пришлось, может быть, где-то даже отступить, может быть, даже где-то откатиться, регресс. Регресс – это тот термин, который вполне можно было к тому времени применить, как оценочный термин. А вот как раз первое полугодие 23-го года – это будет время, когда будет прогресс. И он будет, обратите внимание, распространяться на всех Овнов без исключения, когда бы эти Овны не родились. А вторая половина года, вот она очень интересная, потому что для Овнов начинается время во второй половине года в июле, лунные узлы кармические, которые отвечают за некую задачу, связанную с тем, для чего душа воплотилась в это тело и пришла в этот мир в определенный час и день, и когда-то из него уйдет, покинув это тело. Так вот, этот путь, путь души и те задачи, которые эта душа проходит в этом теле, в течение жизни, этот путь означают кармические узлы. Это река нашей жизни, как, по-моему, выразился очень известный астропсихолог Дейн Радьяр. Так вот, река жизни меняет, меняет свое направление. Кармические узлы с июля 23-го года переходят на ось как раз вашу, Овин Весы. Они будут там до начала 25-го года, ну и, как вы понимаете, это чем грозит? Тем, что в жизни вашей будут обязательно повороты, непременно. Ну, в 23-м году я предполагаю, что непременно будут в жизни повороты у поздних Овнов, потому что буквально в последних 10 градусах Овна и Весов, вот на этой оси, с 20-го по 30-й градус этих двух знаков происходит затмение как раз-таки. И понятно, что затмение просто так не оставит никого равнодушными, но для тех, у кого они сильно резонируют к Солнцам, безусловно, этот год будет в чем-то очень решающим. Для кого это будет важно? Для тех, кто родился в период с 11-го по 21-го апреля. Вот для вас, уважаемые Овна, для этой части Овнов, затмения, которые будут происходить в апреле 22-го и в октябре, в апреле 23-го, в октябре 23-го, это, конечно, затмения, которые могут изменить вашу жизнь, так что обратите на это внимание. И вообще для всех Овнов начинается поворотное время. Время, когда они должны закладывать свою жизненную стратегию. Уважаемые Овны, обратите, пожалуйста, тоже на эту задачу внимание. Закладывать свою жизненную стратегию на ближайшие 18-20 лет. И вот особенно вторая половина года, она будет усыпана теми знаками, теми снами, теми инсайтами, которые вам будут говорить о том, как правильно распорядиться этим временем, куда вы его должны направить, на что, что правильнее и что важнее для вас. Ну а если вы все-таки не решитесь на самостоятельный выбор этого пути, то, конечно, астрология будет вам в помощь. Это прекрасный инструмент для того, чтобы мы правильно поняли и задачу всей жизни, и задачу текущего периода. Я надеюсь, что вы с астрологией уже познакомились, почувствовали ее терапевтический момент и практический момент ее. Ну а если нет, то присоединяйтесь к моему каналу, прям подписывайтесь на него. Здесь я как раз-таки буду давать информацию, которая, с одной стороны, будет снижать тревогу, будет повышать ощущение, ну, такого оптимизма и желания действовать. А с третьей стороны будут еще и практические советы, как и когда лучше действовать. Так что обязательно подпишитесь на меня, и если вы еще не ставили колокольчик, как вы на ютубе меня смотрите, ставьте колокольчик, тогда вы будете знать о том, когда у меня выходят на канале новые видео.